Привет, и сегодня будет масштабный и максимально интересный эксперимент. Что если я скажу, что я знаю, как получить русалку, вампира и пришельца в одном лице? И всё это можно будет сделать игровым способом, только вдумайтесь, игровым! И давайте начнём эксперимент. Для этого эксперимента нам понадобится пара, где один персонаж человек, а другой пришелец, и нам нужно прямо сейчас зачать ребёнка, что как раз они отправляются сделать. Также нам понадобится ещё один пришелец, но мы пока что отложим её в долгий ящик, потому что она нам пока что не нужна, и давайте мы ускорим. Нам понадобится именно полукровка. Как-то в одном из прошлых экспериментов я рассказывал вам, что в паре между человеком-пришельцем рождаются полукровки, то есть это как бы человек, который имеет инопланетный ген, но при этом не может пользоваться инопланетными способностями. И как раз-таки именно такой персонаж нам сегодня и нужен, поэтому давайте мы ускорим, надеюсь, что это было успешно сейчас. Данный эксперимент будет очень сложным, но надеюсь, что мы сможем получить желаемый результат, и... Просыпайся, пожалуйста. Так, смотрим, МС-беременность. Я набеременна мальчиком, поэтому меня это устроит. Роды. И нам нужно купить кроватку. Так. Где у нас кроватка? Где-то здесь. Нет, не здесь. Постойте, здесь. Отлично. Я использую лишь один мод для ускорения процесса, вы можете, конечно же, справиться без него. Давайте мы родим ребенка. Давай, отправляйся. Как раз-таки посмотрим на полукровку. Я додумался до этого эксперимента еще, когда проводил эксперимент с русалками-кровопийцами, и... Давайте сделаем это. Так, теперь можно повзрослеть ребенка. И да, полукровки рождаются вот такими. Многие могут подумать, что это пришалится, но на самом-то деле нет. Это полукровка. Сейчас мы в этом убедимся, да. Это обычный персонаж, который имеет инопланетный ген. И нам сейчас понадобится именно торт, потому что только через него надо взрослеть персонажей. Потому что через командный центр будет очень много проблем. И давайте мы его приготовим. Пожалуйста, приготовь его. Также, допустим, если у вас есть две полукровки, которые не связаны никак с родственниками, то есть они не родственники, и если у них будет ребенок, то он может родиться полноценным пришельцем, но с очень маленькой вероятностью. То есть где-то, ну не знаю, может быть, два пришельца из десяти может родиться. Потому что человеческий ген намного сильнее инопланетного. И давайте мы ускорим. Нам нужен очень сильно торт, и я уберу это. Давай, пожалуйста. Будем взрослеть сейчас нашего мальчика Микола. И тут как раз таки вступает Азур, второй пришелец, который нам очень понадобится, и добавить свечей на торт. И теперь надо помочь задуть свечи Микола. Давайте мы это сделаем. Это, кстати, его будущая жена. Он пока что об этом не догадывается. И она тоже. Но это так. И давайте мы интеллект допустим. Отлично, нам нужно сейчас добавить свечи на торт еще раз. Загадать желание. Давайте, нужен молодой возраст. И я сейчас покажу вам, в чем особенность полукровок. Так, добавить свечей на торт. Загадать желание. Отлично. Романтик. И смотрим. Так, особенность полукровки. Как понять вообще, персонаж полукровка или нет? Если мы нажимаем на пришелец, у нас появляется действие тайны рукопожатия, то значит ваш персонаж полукровка. Если данного действия нет, то означает, что ваш персонаж просто человек. И давайте мы начнем. Итак, нам нужно прямо сейчас сделать так, чтобы они были в отношениях. Добавить отношения. Как ее зовут, боже. Микола. Да, это он. Супруги они будут, так что теперь они могут зачать ребенка. Но перед этим нам нужно превратить Миколу в русалку. Да, это у нас уже второй этап эксперимента. И нам нужно для начала... Так, добавить очки для покупки бонусов. Тысячу, я думаю, что будет достаточно. И давайте мы купим сейчас... Русалочи водоросли. Отлично. Съесть. И надо отправить его прямо сейчас купаться. Да, получается полукровки могут становиться сверхъестественными персонажами. И при этом все равно носить в себе ген пришельца. Так что это будет очень интересно. Допустим, да, если у вас две полукровки, которые сделают ребенка, и, допустим, они еще будут вампирами, то у них могут родиться полувампиры-полупришельцы. Потому что не только передается вампирский ген, но также инопланетный тоже. То есть он совмещается. Но, опять же, с маленькой вероятностью. Так как человеческий ген намного сильнее. И у нас есть... Кстати, ему очень подходит быть русалкой. Потому что теперь его цвет кожи совпадает со сверхъестественным типом. Поэтому давайте мы отправим домой. Пожалуйста, иди домой. Теперь нам понадобится установить черту характера на лей-линии. Точнее, на темной лей-линии. И, в принципе, это все. Теперь нам остается только ждать. Я очень надеюсь, что мне получится. Поэтому зачать ребенка с азур. Да, теперь будем ждать. Он, получается, носит себе ген пришельца. Она полноценный пришелец. Также, если у них будет ребенок, то он может стать полноценным пришельцем. Еще он русалка. И еще у нас есть черта характера участка на темной лей-линии. И это просто, ребятки, тройное комбо. Так что, надеюсь, что у меня все получится. Давайте. Но, опять же, мы будем, наверное, долго сейчас сидеть и ждать. Потому что это будет очень тяжело. О, серьезно. Недавние романтизи показали, что азур пришелец. Но это и так понятно. И нам нужны именно тройняшки. Я думаю, чтобы было больше вероятности. Поэтому МС беременность. Потомство. Я думаю, что вот так сделаю пока что. И теперь ей... А, точно. Фаза беременности. МС беременность. Фаза беременности. Роды. И это я убираю. Родить ребенка. Ну что, ребятки, вы готовы? Я даже не знаю, кто-то может родиться. Но очень надеюсь, что это будет тригибрид. Очень надеюсь. Давайте посмотрим. Тройняшки у нас родились. Я уже вижу, что кто-то пришелец. А, возможно, и полукровка. Все возможно. Этот персонаж уже отпадает. Так как он не является пришельцем. Он родился человеком. Но у нас получается либо кто-то полукровка, либо кто-то пришелец. Я очень надеюсь, что мы найдем среди них пришельца. И игра почему-то у меня подлагивает. Так странно. Так, нам нужно прямо сейчас повзрослеть ребенка. Будем надеяться, что он стал пришельцем полноценным. Так. И... Да, это пришелец. Все в порядке, ребятки. И также русалка. Мы получили, получается... Боже, это гибрид. Это полупришелец и полурусалка. Вот таким образом можно получить полупришелец и полурусалку. Но мы еще не знаем, является ли она вампиром. Если она является вампиром, то это просто будет комбо. И давайте мы это проверим. Нам нужен торт. Я, наверное, отключу сейчас свободу воли, чтобы никто не ел этот торт. И мы прямо сейчас задуваем свечи. Если у нас получилось с первого раза, то это будет очень жестко. Потому что это очень, ну, как бы редкое явление. Поможет задать свечи Каталина. Как раз таки проверим все способности, если они будут. И осталось только узнать, является ли она вампиром. И все, больше нам ничто не нужно. А она может быть вампиром. И она даже может надевать маскировку на себя. Потому что она пришелец. Добавить свечи на торт. Но в любом случае, это будет у нас гибрид полупришелец-полурусалка. Это уже здорово. И мы таких еще не видели. Загадать желание. И смотрим. И она вампир, ребятки. Мы получили три гибрида с первого раза. Вы только вдумайтесь. С первого раза. Охренеть. Просто когда я за кадром это делал, это было, наверное, очень долго. Очень-очень долго. Но тут... Жесть. И вампир, и пришелец, и русалка, ребятки. Вот это да. Игровым способом. Вы понимаете? У нее пломбоб вампира. И она обладает способностями просто всех. И пришельца, и вампира, и русалки. Охренеть просто. Вы понимаете, насколько это масштабно. И все это допускается игровым способом. Я до сих пор не могу поверить в это. И это никак не укладывается в моей голове. Мы можем... Я боюсь вот делать это все, но... Давайте мы, наверное, примем вану, чтобы взглянуть, является ли она русалкой все-таки. Есть ли у нее хвост, и будет ли это как-то конфликтовать со всем этим. Надеюсь, что здесь не будут поломанные ноги. И снова эти долбанные поломанные ноги. Боже мой. Я не могу из этих ног. Но, пожалуйста, вставай обратно. Что-то не так с ее хвостом, и она стала человеком. Видимо, надела маскировку, я думаю, да? Да, она надела маскировку все-таки. Но мы отправим ее тогда в океан, чтобы она поплавала здесь. Проверим сейчас все способности, которыми обладает данный персонаж. Три-гибрид. И... Я даже не знаю, кто у нее может родиться. И да, она русалка. Все в порядке. Все у нас хорошо. Она вампир-русалка, и она также горит на солнце. У нее есть вампирическая энергия. Она может кусать персонажей. И... Может ли она... Так, вампир. Показать темную сторону. Русалка. Допустим... Допустим, что можно сделать? Тут есть персонажа. Ладно, давайте мы вызовем грозу. По такому случаю проверим способности русалки сразу же. Итак... Но она может умереть сейчас. Я бы не хотел этого. Да, способности русалки работают. Поэтому мы отправляем ее прямо сейчас домой, потому что она может умереть. Идти сюда. Сейчас проверим способности вампира и способности пришельца. И она уже светится как пришелец, поэтому это работает. Боже мой, ребятки. Три-гибрид в Sims 4. Без использования модов. Как такое возможно? Спорить о правилах в доме. Ну, в данном случае мы использовали командный центр только для ускорения всего. Так как я снимаю видео. И нам нужно принудить долго пить. Можем ли мы это сделать? Да! У нее еще даже темная сторона, смотрите. И все работает. Русалка, вампир, пришелец, кровопийца, ребят. Охренеть. И теперь остались только способности пришельца. И в принципе это все. Только жалко, что мы не можем прокачиваться здесь. Но у нас есть увлажнение. В принципе мы это уже знаем. И давайте мы проверим способности. Да, у нас все есть. Тайна рукопожатия, сопереживать и анализировать характер. Охренеть, ребятки. Так, постойте. Давайте мы сделаем это вот на ней, например. Анализировать характер. Ну-ка. И как мы видим, да. Способности пришельца тоже работают. Тут у нас все замечательно. Все прекрасно работает. Но, конечно же, будут баги. И, наверное, она сейчас сможет нормально принять ванну, да? Ну-ка, покажи нам. Надеюсь, что мы избежим теперь сломанных ног. И да, теперь все в порядке. Теперь она... Только вот как-то с маскировкой будет все хреново, я думаю. Я даже не буду заходить в касс, потому что там такая хинея будет. Тут у нас очень много видов. У нас есть маскировка, у нас есть темная сторона, у нас есть также форма русалки. Так что, конечно же, без багов не обойтись. И, ребятки, это уже конец. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня лайком. Также не забывайте подписываться на канал. Заглядывайте в мое сообщество. Ставьте лайки. А с вами был мистер Арманиус. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok